МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я так думаю, что просто все зависит от выделенной суммы денег. Сеф-наследие наложило вето на земли, поэтому была задержка из-за того, что земли были под охраной, до смес называется. И вот не могли, видимо, проект начинать делать, затяжка, а потом деньги не использовались и вернулись. Вот вам, пожалуйста, результат. Ну, сейчас, значит, только средства выделили городу. Но новый губернатор пришел, вот сейчас пообещали через два года построить все это. Посмотрим, как это будет на самом деле. А город вообще нуждается в этих городах? Конечно, безусловно. Особенно ОНКО давно назрел. Инфекционы – это, вне сомнений, скорая помощь. Это все, триада нужна. Это жизнеобеспеченность города нашего, города Севастополя. Эта ситуация уже длится несколько лет. Насколько я знаю, что при старом руководстве еще должны были заняться этим вопросом. Но мы знаем причину смены власти в городе, поэтому, скорее всего, при прижнем руководстве либо эти деньги просто проматывались каким-то образом. В этом году, вернее, в прошлом, уже нынешний руководство заявило, что в этом году активно займутся этим вопросом. Но, скорее всего, ситуация, которая сложилась с коронавирусом, она немножко притормозила этот вопрос. Поэтому в ближайшее время по инфекционке вопрос, ну, где-то в этом году, в следующем, скорее всего, возобновится. Ну, и то же самое по онкодиспенсеру. Земля отведена, поэтому надеемся, что все будет нормально. Не могу разобраться в этой хитрой политике. Кому-то много денег надо. Не знаю, чего тянутся. Ну, наверное, нет специалистов. Халатность какая-то у нас, чиновников, конечно. Деньги выделяются, а работы не ведутся. Ну, просто там немножко быстрее. У них дороги в дворах не строят. У нас только дороги есть и детские площадки. Ну, как бы, может, постепенно доделать то, что обещали. Будем ждать. Особенности свои. Ну, может быть, город немножко специфический, поэтому какие-то свои нюансы, какие-то там свои, вот. Может, из-за этого. Вообще, по идее, деньги-то выделяются. Должно все строиться, а результатов много. Все зависит от того, кто этим занимается. Если чиновник сидит на месте, и только получает зарплату, и больше ничего не делает, ему за это ничего. И он так и будет сидеть, и ничего не будет у нас. Вот такое мое мнение, ребята. Ну, я считаю, что это все от мара зависит. Ну, что-то нам не везет. То Куницын, то Собянин. Вот. Ну, развожая в производстве впечатление делового человека, может быть, что-нибудь улучшится. Будем надеяться. Ну, у нас отличие от соседнего региона, у нас же другой руководство, у нас же город отдельно, поэтому политика, может, другая. Ну, я не знаю. Думаете, вы управленцы? Ну, однозначно, конечно. Дело управленцев. Потому что это, ну, от них зависит, когда и что делать. Если деньги, тем более, выделены. Ну, потому что деньги неправильно распределены. Я так знаю, насколько слушание по телевизору показывают. У нас до сих пор нет генерального плана города. А где будет администрация, где будут мосты, виадуки, дороги будут какие расширяться. Естественно, сразу вопрос стоит, где его строить, чтобы подводить инструктуру. Если мы его построим в Балаклаве, он будет очень далеко. Если он построен на северной стороне, тоже будет далеко. То есть нет конкретики. Генеральный план будет, где что будет. Административный центр, медицинский центр. При Советском Союзе на пятом километре построили детский комплекс. Там, где роддом и все остальное. Он действует до сих пор. Но он же не обеспечит жителей. Потому что численность намного увеличилась в советских времен. Основная проблема только в этом. Когда будет утвержден генеральный план, мосты, дороги, виадуки основные, тогда и будет уже строительство.